Игры с государством. Компания из Нурсултана заявила об афере, которую якобы провернул отдел строительства Караганда. Еще в 2017-2018 годах ТОО построила тепломагистраль, но почти полмиллиарда тенге чиновники заплатили другой фирме по фиктивному договору. Подробности выясняла Людмила Маджикина. В октябре, если бы мы до октября не успели, у нас бы в Аким области порвал бы. Макиш из Караев показывает трубу, которую его компания строила еще в 2017 году. Эта магистраль подает тепло от ТЭЦ-3 до трех жилых микрорайонов Пришахтинска. Строительство закончили к отопительному сезону 2017 года, но в 2018-м заказчик проекта отдел строительства Караганды разыграл новый тендер якобы на окончание 800 метров этой же тепломагистрали. Мы считаем, что руководство отдела строительства, в частности Шалабека в Жахсулах, зная о том, что эти работы были сделаны нашей компанией, незаконно провел тендер, победителем которого является Азияэнергопроектмонтаж. Руководство Азияэнергопроектмонтаж, зная, что они эти работы не делали, подписали эффективные акты выполненных работ и фактически похитили и у бюджета, и у нас денежные средства свыше 460 миллионов тенге. По словам Акиша из Караева, проект был социальным, и компания за свой счет достроила трубу, несмотря на некорректную проектно-сметную документацию, надеясь после ее коррекции получить остаток денег. То, что новый подрядчик ничего не строил в 2018 году, понятно уже потому, что магистраль работала с 2017 года, и зимой жители получали тепло и оплачивали его. Подтвердили это и эксперты во время досудебного расследования. Победитель второго тендера пояснил эту ситуацию так. Они рассчитывали, что они выиграют тендер, просто мы этот тендер нашли, у нас просто компания с большим опытом, и мы этот тендер выиграли. Они просто не ожидали, что мы выиграем. И нас попросили, что вот ребята эти работы сделали, отдайте им деньги. Но мы с ними договор подписали, и отдали эти деньги субподрядной организации, которая, по словам заказчика, выполнила эти работы. На кого заказчик указал, мы с ними официально договор заключили на субподряд, и им деньги эти перечислили. А то, что у них там эти разборки были, и что там у них за конфликт с этой компанией, мы вообще тут ни при чем. Интересно, что обе компании нанимали субподрядчиков, и по словам Макиша и Скараева, обе субподрядные фирмы принадлежат одному и тому же человеку, господину Нефедову. Поэтому он был в курсе, что вторая субподрядная организация никаких работ не делала. Но деньги, выходит, получила дважды и от первого подрядчика, и от второго. В отделе строительства Караганды не смогли ответить на наши вопросы, так как там уже нет сотрудников, кто работал в 17-18 годах. В прокуратуре области отказались от интервью, заявив, что уголовное дело в отношении второго подрядчика и субподрядчика еще не окончено. Сослались на тайну следствия.